Всем привет! Меня зовут Снежа и добро пожаловать на мой YouTube канал. В преддверии Хэллоуина я решила сделать тыкву, но не обычную тыкву, а в виде головы прекрасного Марка, который сидит уже с бритой и ждет, когда же все произойдет. Первым этапом я сделаю сейчас обесцвечивание, потому что тыква у нас оранжевого цвета, и, конечно, нужно задать основу. Поэтому сейчас я буду делать обесцвечивание. И, соответственно, уже после того, когда я сделаю окрашивание в блонд, я покажу вам, что нужно делать для того, чтобы получилась суперклассная тыква. Поэтому, если вам нравится эта идея, поставьте лайк. Если вам хочется сделать такие же штуки, вы будете их делать, обязательно отмечайте меня на видео. А я приступаю к обесцвечиванию. Мой холст готов, и сейчас я приступлю к окрашиванию. Из-за того, что у меня здесь будет использован полуперманентный краситель черного цвета, есть несколько вариантов того, как можно сделать дизайн. Первый вариант – это сначала нанести черный, смыть этот краситель, и уже потом нанести краситель прямого действия. Второй вариант – сделать наоборот. Сначала нанести краситель прямого действия на всей голове, и потом уже черным добавить вот эти всякие акценты. Я выберу первый вариант. Сначала нанесу черный. Можно как раз на голове рисунок вот этого окрашивания, который будет здесь, нанести. Я планирую сделать тыкву как раз на глаза, небольшой носик, если он здесь поместится, и вот эта улыбка. Можно маркером, который смывается с кожи, как раз сделать черновик, и уже потом поверх этого черновика черным красителем полуперманентным все раскрасить. И уже когда я все промою, поверх уже готового рисунка черного я просто сделаю цвет. Это такой более безопасный формат окрашивания, потому что если сделать основной тон оранжевый, если вдруг черный краситель полуперманентный потечет, то его будет сложно подчистить. А при условии, если вы наносите на блонд черный, в мойке вы можете вот эти вот все подтеки убрать, чтобы они не оттеняли, потому что все-таки оранжевый у нас будет очень яркий, и на блонде избавиться от подтеков от черного будет значительно проще, чем на оранжевом. Для черновика я буду использовать маркеры для доски, потому что они на водяной основе легко удаляются с волос, и с кожи головы легко стираются. Но перед тем, как использовать любой маркер, который вы будете наносить на кожу головы, проверьте, чтобы он стирался, а то будет неприятно столкнуться с ситуацией, что маркер, который вы нанесли, останется, и вы не сможете его смыть ни с волос, ни с кожи. Нарисовала шаблон. Вот так будет выглядеть тыква. Значит, тут важный момент. Нужно учитывать, что голова у нас круглая. Отсутствует подключение к альтернату. Фу, это было внезапно. Спасибо, спасибо большое. Значит, что нужно учитывать? Голова круглая, И вот рисунки, которые вы хотите сделать на голове, они должны быть не слишком мелкими, потому что супер мелкие детали возможно сделать только на супер плотных густых волосах. И вот эти все острые углы, они также не всегда возможны к реализации. Получается, что на голове есть несколько зон, где рисунок будет выглядеть хорошо. Это зона затылка, и эта теменная часть, это вот с этой стороны. Но человек у нас не ходит вот так, не быкует как бы. Нет, так в целом прикольная идея, когда она вот здесь, вот в этой. Когда ты в Японии или в Китае, где-то нужно поклоняться? Ну, кланяться, либо просто все люди, ну, в Японии пониже люди ростом. Это прикольно, если все высокие, все видят. Суть в том, что рисунок вот здесь будет основной. В целом можно, конечно, было бы что-нибудь придумать и на теменной части, ну, я не стану пихать очень много всего на одну голову, потому что мне не очень нравится, когда ты пользуешься случаем и делаешь кучу всего на одной голове. Поэтому я думаю, что я сделаю только тыкву, и, возможно, возможно, то есть вот это вот лицо, и, возможно, я сделаю какой-то градиент, чтобы выглядело интересней. Блин, я хочу, чтобы это попробовали покрасить все. Это так прикольно, капец. Просто это так необычно, казалось бы. Чего такого? Просто, да, просто знаешь, это какое-то такое, что-то совсем не такое, что ты делаешь обычно. Ну, да, типа то, что вот это, допустим, подлинным волосам, то, что вот эти работы там скрыты, градиентом. Да, а то ты как-то что-то даже вот совсем новое пробуешь. Вроде бы ты уже такое красил, но не такое же. Кстати, раз по-новому. Да, да. Надо как-то придумать подход другой кандерат. Прикольно. Хочу, чтобы все так попробовали покрасить. Тем более, что сейчас еще можно, как это сказать-то, почему еще в сезон, в сезон. Я закончила наносить полуперманентным красителем вот эти черные акценты. Я хочу сразу сказать, что я не стремилась к тому, чтобы сделать идеально симметрично. Я как бы не перфекционист. Если что, у меня такой проблемы нет. Мне все нравится. Значит, что здесь важно на этом этапе понимать? Время выдержки где-то минус 20 будет достаточно. Сейчас проявится вся эта красота. И перед тем, как смывать, нужно будет влажным полотенцем убрать излишки вот этого красителя с волос, чтобы во время мытья не было слишком большого количества красителя на волосах. Тогда будет меньше вариантов того, что краситель потечет. Хочу 20 минут сейчас держим. И уже после того, когда я промою, будем приступать к окрашиванию основного цвета. А ты можешь встать. Давай посмотришь. Честно так. Заценишь. Заценишь. Ну давай. Ё-моё! Нифига себе! Ну? Аж шалеет. Видишь, он такой сейчас... Вообще круто. За счет того, что он сейчас белый, он на контрасте как раз... Блин, да можно даже ничего не доделать. Мне просто черный бадлон напилить вот поверх шеи вот прям вот по максимуму. И все, и ходить затылком вперед вот так вот. Всех шокировать, блин. Он выглядит прикольно, да. Вообще офигенно выглядит. Реально плащ вот так нацепить задом наперед и стоять вот так, пугать людей. А ну-ка повернись еще раз затылком. Сделай привидение. Идеально. То самое чувство, когда вроде бы уже нормально, и вроде бы как бы ты сейчас будешь делать еще что-то, и вроде бы, возможно, ты сделаешь хуже. Ох уж это сомнение. Да нет, нормально. Мне кажется, что нормально. Ну вот хорошо. Значит, что я буду сейчас делать? Я взяла желтый краситель прямого действия Ира Ира. И я хочу подсветить эти темные глаза. И вообще, в принципе, все подсветить. И я буду сейчас наносить активно, обильно этот желтый вокруг черного. Я его буду наносить прям вот не стесняясь, потому что у меня основной цвет здесь будет оранжевый. и я буду наносить желтый больше, чем он останется, чтобы было место для градиента. Поэтому вот я сейчас вот так вот прям поверх черного, так как я уже его смыла, мне ничего не страшно. Я тебя не боюсь вообще, черный. Ты у меня уже не будешь течь, и ничего не будешь мне никаких дискомфортов, скажем так, предоставлять. И вот таким образом я прям сейчас все внесу в волосы. Вот такая у меня сейчас будет маска. А еще этот желтый светится в ультрафиолете. Так как это неоновый желтый. Кстати, неоновый и оранжевый тоже будет светиться в ультрафиолете. И вот у нас тут получается такой любопытный рисунок. Я очень рада, что я стала делать сначала черный, потом цветной, потому что в другой последовательности у меня были бы трудности. И я рекомендую для всех тех, кто не хочет рисковать и хочет как-то гарантированно сделать так, чтобы было более-менее норм, историю, связанную с заранее прорисованным черным. И сейчас я вот по всем этим местам тоже пройдусь. И мы как раз в финальном варианте увидим, какое количество желтого у нас останется, потому что все-таки желтый здесь самый светлый, и вот я этот желтый буду давить, задавливать оранжевым. И после того, когда желтый нанесу, как раз агредиент у меня будет в верхней зоне. Это получается вот там, где теменная. Хочу сделать какой-нибудь агредиент. Делюсь с вами суперсекретом окрашивания коротких волос. После того, когда мы нанесли краситель прямого действия на кремовой основе, я хочу подчеркнуть, что кремовая основа здесь, что красители прямого действия бывают на кремовой и на гелевой основе, вот с кремовыми красителями можно вообще интересно поступить. Как? Вы вот так нанесли против роста волос. Все внесли. И сейчас, перед тем, как наносить следующий цвет, вы берете сухое полотенце и полностью убираете весь краситель с волос. Тем самым вы уберете излишки красителя, которые есть на волосах. И суть в том, что краситель прямого действия именно вот этот, он впитывается моментально, и ему не нужен прям какой-то сверх временем выдержки. Просто вот он впитался в волосы, и все. Вы его внесли руками, кисточкой. И как раз это поможет впитываемости следующего цвета. Я сейчас уберу все эти излишки бесцветной основы и смогу дальше заполнять волосы другим цветом. Беру сухое полотенце и вытираю краситель. Тут суть в том, что этот цвет, желтый, это самый светлый оттенок в нашем окрашивании. Суть в том, что даже если этот желтый попадет туда, где его вроде как быть не должно, это не страшно, потому что следующий цвет, он темнее, чем желтый. И поэтому это не страшно. То есть так как оранжевый, он закрасит вообще без проблем. Желтый. Вообще смешная такая история. Получается. Рожица. Рожица какая смешная. Сейчас надо будет понять, как лучше всего расследить оранжевый, чтобы это выглядело адекватно. Я буду использовать для основного цвета ира-ира цвет неон-оранж и оранж. Значит, смотрите, здесь у нас короткие волосы, и поэтому нанесение на короткие волосы будет также не совсем стандартным. Поэтому я беру крышечку от маски, то есть мне нужно краситель таким образом распределить, чтобы набор на кисть у меня был комфортный. То есть я буду вот этой кистью делать окрашивание, беру вот таким образом кисть и набираю краситель. И сейчас покажу, как я буду делать окрашивание. Вот здесь у меня плотно нанесен желтый. Я должна отступить от желтого. И получается, нанесение красителя будет происходить тоже против роста волос. И чтобы мне соединить плавно желтый с оранжевым, мне нужно, чтобы было место. Поэтому я сейчас вот наношу таким образом краситель. Можно его немножко вот так вот потереть. Значит, для тех, кто переживает, что это супер дискомфортное ощущение, Марк может поделиться своими ощущениями. Вообще вприятнейшее. Ну вот, то есть кто-то думает, что щетка очень жесткая, она не жесткая, она мягкая. И получается, здесь, когда вы наносите краситель, нужно понимать, где вы начинали и где вы начинаете вот именно соединять. Потому что где-то будет плотное нанесение, а где-то как раз вот плавно перетекающее. Здесь можно от плотного оранжевого немножко так вот стягивать краситель к желтому. И вот здесь, где оранжевый был интенсивно нанесен, можно уже переходить в оранжевый потемнее, ближе к краевой линии. Ну, либо оставлять блонд, я не хочу сегодня оставлять блонд, я хочу вот как раз от светлого перейти в темный. И вот таким образом мы соединяем получается оранжевый с желтым. Чтобы было видно, где какие цвета, я рекомендую также краситель с волос снимать, именно сухим полотенцем вытирать и смотреть на плавность перехода. Как убирать краситель? Тоже от светлого... Голубь, прямо держи. Не-не-не-не. от светлого в темный. То есть, если вы темный цвет будете на светлый смещать, слово-то какое смещать, то вероятность того, что вы запачкаете, очень большая. То есть, нужно следить за чистотой полотенца. И вот я вытерла, смотрю, где у меня есть какие косяки, и я эти косяки исправляют. После завершения нанесения красителей и всех вот этих манипуляций, время выдержки где-то минут 20, на самом деле, учитывая вот это постоянное внесение красителей вытирания, внесение на вытирание, тогда как... Втирание. Когда вы понимаете, что вы все, вы все, вы можете минут 10 засечь, либо сразу потеснувать, потому что здесь уже все, что можно было впитаться, впиталось. Оно будет держаться очень хорошо. Все, промываем большим количеством воды, использование кондиционера здесь не обязательно, ну и все. Мы можем сказать, что окрашивание готово. Ну, высушить волосы не забывайте, конечно же. Укладку. Укладку. Обязательно, да, как она уже под укладкой. Ну, вот именно. Ну и давайте посмотрим, каким получился результат. Я решила добавить элементов дополнительных. Суть в том, что краситель прямого действия, он имеет разные свойства и есть краситель, который при помощи щелочного воздействия легко уходит. И я хочу как раз здесь воспользоваться этим таким знанием и сделать несколько акцентов. Ну, я хочу сказать, что это работа творческая, что-то вообще все очень много поменялось в процессе. Сначала мне хотелось сделать так, потом по-другому, но в целом какие-то элементы ты пробуешь, смотришь, как они выглядят, хорошо, нехорошо. Вот сейчас вот я сделаю эти светлые штучки. В целом выглядит интересно. Так что вот отталкиваясь от знаний продукции, с которыми вы работаете, это дает вам возможности к творчеству и к воплощению каких-то интересных идей, которые вы еще ни разу не пробовали. Они прикольные. Она такая получилась, ай, даже не знаю, озорная тыква получилась. Был злобный призрак, получилась озорная тыква, которая вообще... у нее что, появилась улыбка и ямочки? Она такой, знаешь, она как будто бы, вот я тебе говорила, что из-за желтого она как будто в очках, а тут она как будто в тематических очках для вечеринки. Да, сейчас посмотришь сам. Вставай, сейчас до зеркала вот идешь. Как раз. Вау. Оу. Немного рыжав. Оу, нифига себе. Да, да, видишь, у нее там я вот эти лучи добавила. Да, блин, это даже прикольно, как будто призрачный гонщик какой-то у него вот эти вот язычки пламени туда уходят. Да, они еще на контрасте как раз чуть-чуть. Блин, вообще круто, да, вот с этими полосочками даже прикольнее смотрится, чем бы, вот очки были. Да, интересно. Прикольно. Ну ладно, пойдем посмотрим, как оно выглядит в этом, в неоне. Просто здесь есть такие подоттенки из-за того, что есть градиент, есть и красно-оранжевый, и оранжевый, и желтый, и зеленый, и таких много разных цветов. А камера, она не так передает. Ну ничего, тоже такое. Видишь? Вот так вот. Блин, вообще балдежно. Да, еще у тебя светится просто смотри лицо. кукол чуть-чуть. О, Я как туземец из какого-то страшного фильма. Да, конечно. Нормально, что, можно пугать людей вообще конкретно. То, то самое чувство, когда, то самое чувство, когда у них хотелось, чтобы лицо осталось чисто. Как говорится, результат на лицо. Смотри на пальцы. Что? У меня вселенная. Это космос. Девочки, это космос. Просто что? Не знаю, как вы, а я в восторге. у меня просто ночной небо. Ты можешь к лицу пальцем? Да, ну, что это такое? Кошмар. Ну, ладно, я старалась. По-моему, это даже лучше, чем мы могли представить. Что такое? Фу, я не могу. Сейчас, сейчас. Ой, эти ваши все ноготочки прошлый век. Смотрите, что нужно делать. Вот это я понимаю. Вот оно, вот оно. Космос. Сейчас я покажу вам лицо, Марка. Но это видно только при ультрафиолетове, конечно. Получилась очень, очень интересная работа в неоне. Ничего, у меня светятся еще волосы. Но ты светишься, конечно, лучше, чем я. Да, прикол. Окрашивание подошло к концу. Мы, конечно, просто в восторге от ноготочков и лица Марка при ультрафиолетове. Марк, что вы можете сказать? Каково это участвовать моделью на экспериментальных окрашиваниях? Каждый раз, может, как в первый раз. Всегда что-то новое, интересное и всегда лучше и лучше. Вот именно. Растем, растем. Если вы хотите участвовать в качестве модели, обязательно пишите. В описании к этому видео есть форма, где вы можете все это дело заполнить, все дела. Ну, а мы на этой прекрасной ноте с вами прощаемся и желаем вам удачных экспериментов, светящихся глаз, ногтей и лица. Ну, и волос, возможно. Я тебе повиделась. Все, всем счастливого всего на свете. Всем пока. Сна, сейчас я напяли на тебя парик. Так, ты хорошо придумал. Так, ну, блин, надо, чтобы тебе было чем дышать. Так он же нос-то прям не будет закрывать. Ну, сейчас, погоди, тут просто он еще такой тугой. Да не надо, ты что? Что-то знаешь? И его везде. Так, сейчас. Да, нормально, супер, прекрасно. Вот это, ой, сейчас еще шляпа будет. Сейчас еще будет шляпа. Что это за? Ой, ну, кто это? Что это такое? О, да. Дама, можно вас пригласить на свидание? Вот, единственное, что здесь портит пока что, это светлая футболка. Но, с другой стороны, ладно, сейчас посмотрю, как в кадре выглядит. Блин, ну, нет, это роскошно. Я считаю, что это роскошно. Блин. Сейчас я еще неоном подсвечу, просто очень крипово. Мне нравится. Сейчас я поправлю, вон прядь. Повернись чуть-чуть правее. Да, 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 супер. так, стой. Ну, просто прелесть. фотку сделаю. Ну, кстати, футболка светится прикольно. Блин, вообще, Марк, это просто что-то. Я тебе сейчас покажу. только моему лицу, а не тому лицу. Марк, я тебе сейчас такое покажу. смотри. Да, да, да. Так, сейчас, сейчас. Шок. Нифига себе. Прикольно, да? Да. Вообще, это как будто реально костюмы вот в таком ходишь постоянно. Правда, спереди ничего не видно, но тут либо стоят, либо как-то там придумывать что-то. Ну, будет вообще шоу. шоу. вообще, просто то, что надо.